У нас все по традиции. Представьтесь, как вас зовут? Комаровский Никита Андреевич. Откуда вы? Родом в Новосибирской области. И там проживали? Да, почти все жизнь. У вас борода идет по микрофону. Предвиденная. Так, и вроде нормально. Да, всю жизнь практически там. Вот перед тем, как сюда уехать, семью в Алтайский край перевез. В Алтайский край? Да. Алтайский край это сколько от Украины? Да, рядом с Новосибирском все это 4 тысячи примерно. 4 тысячи привезли. Плюс-минус. Вы беспокоились там за наши проблемы, очень сильно переживали, да? Ну, родом. Мама с северодонецка. С северодонецка? Она выросла и закончила училище там. И мама рассказывала вам, что в северодонецке большие проблемы там? Нет, тогда, когда она здесь была. Это еще 90-е, наверное, да, да. Ей здесь все нравилось, и было все отлично. Понял. Так, а сейчас, наверное, она... Она тогда еще уехала в Россию. Да, остались же, наверное, какие-то родственники, еще кто-нибудь. Кто-то писал, говорили? Да, вот до войны связь была, переписывали, все было нормально. Ну, не знаю, родственники, не родственники. Она просила, пока я здесь был, если я буду в Луганске, чтобы я заехал. Ага. Вот так вот. Узнал, да. Она писала мне там в WhatsApp где-то, но у меня телефона нет. А не проще было без автомата, без... Нет, пока я здесь был, я имею в виду, она спросила, чтобы я заехал. Ладно, давайте по очереди тогда еще. Где вы служили, в какой части? Вообще, как доброволец приехал в Грозный, в мэрию Грозного. Оттуда направили в Гудермес. Там нас собирают, ну, собрали 200 человек, но они всегда так отправляют по 200. Подготавливали, кого сколько. Ну, по идее, вообще, как говорили, что должны 10 дней подготавливать. Я приехал 29-го числа, 29-го июня, и 31-го мы уже улетели оттуда. Так вы добровольцем почему вдруг пошли? Ну, чтобы быстрее приехать. Просто, если через военкомат, это бумаги, документы, комиссии, то... В какой вы в воинской части служили, если служили? Да, вы в срочную? Да. Вообще, в Пскове, 76-я дивизия. Десантник? Да. Понял. Элита российских войск, правильно? Считается? Так, отслужили срочку, вы потом дальше никак не были связаны с военным делом. По контракту только в погрануправлении служил пограничниками. 5 лет, с 13-го по 18-й. Ну, там, водителям. По кому шли? Да. Что дальше делали в жизни? Водителям в такси работал. В такси? Да. В такси какая, если не секрет, зарплата примерно? Когда как? Когда хорошо получается. Ну, в среднем, там, тысяч пятьдесят, наверное. Тысяч пятьдесят. Ну, вот перед вами был человек асфальт, вложил за 30. Это значит нормально еще 50. Ну, вообще, из того, что я слышал, я знаю, что 50 это, в принципе, нормально. Да, в принципе, да. Это в Новосибирске? Да. Так, таксовали в Новосибирске. Так, и вот вы, в общем-то, семья есть у вас? Да. Ребенок? Да. Сколько детей? Один? Дочка. Одна дочка у вас? Сколько лет? В феврале пять. Пять лет? Пять лет. В семья. Живете в Новосибирске. Таксуете. Зарабатываете, в принципе, неплохо. Вот тут вот начинается война. Да? И что вы решили, что вам надо именно пойти повоевать обязательно? Как я думал, помочь надо людям. Как у нас там говорят, что здесь нацисты. Помогать надо людей убивают мирных. Так, ай-яй-яй. Людей убивают мирных. Ай-яй-яй. А что вы об этом попытались узнать? Ну, у нас, как правило, все ваши сайты заблокированы. Телеграм все открыто, но никто ничего не заблокировал. Ну, я им особо не пользуюсь, Телеграм. Вопрос, собственно, не в том заключается, что заблокировано. Вопрос в том заключается, что вы об этом попытались узнать. Ну, так же просто в интернете открывал, читал и все статьи, которые у нас есть. Ваши же ресурсы. Везде одно и то же. Ну, да. Везде одно и то же. Что по телевизору, что в пабликах. Везде одно и то же. Людей убивают. Нацисты. Надо защищать. Да. Бежать мирные города обстреливают. Мирные города обстреливают. Возбивают. Хорошо. Полгода идет война. Полгода обстреливают мирные города, но как раз-таки только уже украинские. Ну, например, как можно было пропустить обстрел Харьковской облгосадминистрации? Ну, грандиозное видео, прям вот стоит огромное здание еще советской постройки и туда прям прилетает ракета. Вот вы видели это? Нет, не видел. И этого не видели. Нет. У нас в принципе все, что все какие обстрелы, это все говорят, что обстрелы с вашей стороны. Вы пытались подумать, почему вдруг, вот пока вас здесь не было, мы себя не обстреливаем? Ну, во всяком случае, нам говорят, что Донбасс полностью, пока нас не было, с 2014 года все обстреливали постоянно. Так вы и на Донбассе с 2014 года были такие же добровольцы, как вы? Нет, такого не было раньше, как и сейчас. У нас имеется в виду, как добровольцы мы идем, но мы с Минобороны заключаем контракт на три месяца. Я понял. Ну, это, собственно, не важно. Важно, что там россияне были с 2014 года на Донбассе. Ну, из моих знакомых, ну, ни одного не было, кто был с 2014 года, поэтому я не мог ни у кого поинтересоваться. Как на самом деле? Или что? Не, ну, просто здесь вам надо именно конкретно, чтобы у вас знакомые были, да? А здесь вам просто так говорят, вот нацисты какие-то, вот какие-то нацисты берут и обстреливают всю Украину, да? Бомбят. И вам этого достаточно. Ну, не то, чтобы достаточно, просто уже войска зашли и действительно, ну, как, у нас агитируют, что надо помогать. И раз уже армия зашла помогать, то, видимо, что действительно так. Что вы сейчас об этом думаете? Ну, сейчас пока в Лисичанске был, например, мы долгое время в Лисичанске находились. Да. С людьми общался, ну, с мирными просто гражданами. Да-да. Подошел помочь, предложил, что она согласилась. Я пока нес до дома пудылки, ну, и разговаривал с ней, она спросила, чем вы приехали, ну, вот сюда. Ну, я сказал, так и так, помогать. Она, ну, защищать, помогать. Она говорит, от кого защищать? Говорит, ну, у нас до этого все нормально было, в принципе. Ну, вот, тогда уже начали понимать, ну, с другими людьми тоже потом так разговаривали, общались. И все, в принципе, говорят, что защищать особо не надо было, ни от кого все было нормально, спокойно. Так как бы не то, чтобы особо или не особо, а вообще не надо было. То есть своя страна, люди живут. Ну, смотрите, есть в России какие-то люди лояльные к Америке, да, они любят Америку. Есть такие? Ну, есть, есть. Есть такие? Америка же не идет их защищать. Ну, да. Америка им открывает визу, они уезжают и борются там за американское гражданство. Им там дают в результате, они остаются там. Согласен. Это ваша посольство? Да, супруга. Когда вы разговаривались? Сейчас скажу, седьмого числа. Да. Ответила? Все нормально сейчас поговорить. То же самое у нас. Вот особенно на этих территориях, где вы были. Да, там Донецкая, Луганская область. Да, допустим, есть люди, которые там лояльно относятся или относились к России. Это же совсем не обязательно идти на всю территорию Украины, аж под Киев. На танках, для того, чтобы таких людей защитить. Их же можно спокойно сказать. Вас надо защитить. Продавайте в той Украине все, что вам надо продать. Берите капитал свой, вот этот вот большой или небольшой. Приезжайте в Россию, мы вам здесь все поможем, все сделаем. И никакой войны не надо. Ну да. По идее так можно. По идее так, да, вот как бы логично. Я вам могу сказать даже примерно, сколько этих людей могло бы быть. Тысяч 100, 200, 300. Возьмем с сильным запасом 500 тысяч. Потому что Россия не могла принять такое количество людей, если она сильно хотела их защитить. Так это люди бы спокойно все бы продали здесь, взяли бы свои деньги и уехали. А сейчас с освобожденных территорий, с освобожденных Украиной и украинских территорий, действительно бегут там по... Из городов 100-тысячников, там бегут по 100 человек, по 200. На машинах, которые там сильно хотели в Россию, они... Так они берут с собой все свои пожитки самые необходимые и бегут через границу. Зачем? Они же могли раньше оттуда сбежать, все продать, сбежать и все, и жить там. Вы знаете, что российская армия под Киевом вообще находилась? Вначале, да, знаю. Знали. Ну а об этом вот что думали? Там тоже кого-то защищали? Ну нет, под Киевом это была, так скажем, ошибка большая, потому что смысл был сразу лететь под Киев и зачем вообще? То есть если хотели Донбасс защищать, надо было именно Донбасс защищать и все. Зачем было идти дальше? Да, верно. Это я не понимаю. А какой вы делаете для себя вывод из того, что хотели вроде как защищать Донбасс, а оказались в Сумской, Харьковской, Черниговской, Киевской областях? Ну вообще говорили про русскоязычное население, и я так понял, что Черниговская, например, Черниговская, что вроде как там много русскоязычного, и поэтому хотели... То есть уже не Донбасс, а русскоязычное население? Да, уже не Донбасс, уже начали потом переворачивать... Мы можем какую-то концепцию одну взять понятную, чтобы на одном языке разговаривать? Для нас сейчас уже самих непонятно, какая концепция и как это все происходит, потому что, по моему мнению, по моему мнению, вот если хотели защитить Донбасс, надо было защитить Донбасс и все. Да Донбасс, если бы вы этим интересовались, вы бы знали, что он с 2014 по 2022 год находился под фактической оккупацией и под фактическим контролем России. И так. То есть и так. Ну, по идее, да. Но я так понимаю, что просто хотят официально его присоединить. Да, давайте следовать логике. Давайте следовать простой логике. Чистому рационализму. Хотите защитить, вот территорию, говорите, да? Взяли, зашли всей этой своей армадой 200 тысяч человек на танках с РСЗО, совсем вот так вот, обложили просто его со всех сторон, все. Точка. По идее, да. Ну, но они-то были под, еще раз говорю, под Киевом, Черниговом. Если отбросить вот эту вот всю чепуху про русскоязычное население. Ну, потому что я вам по примеру аналогии со штатами и с гражданскими штатами могу еще привести аналогию про английский язык. Потому что англоязычных очень много где, да? Да, да. Но они нигде свои права не качают и их никто никуда не ходит защищать. И при этом английский язык развивается и его становится все больше и больше. Но никто никуда защищать не ходит, да? Зачем защищать аналогиязычных? Если есть в стране правила, что обслуживают на английском языке, там, например, или там учат детей на английском языке, то их учат. Если нет, то нет. Но никто этого не навязывает, никто на этом не наставит и у вас с этим проблем никаких не существует. Да? Да, поэтому давайте... Ну, у нас также сказано про русский язык, что на Украине русский язык запрещает везде, запрещает на нем говорить. Говорить? И говорить, и писать. В школах вообще его запретили нигде не преподавать, чтобы на русском языке вообще ничего не было. А где в России преподают на украинском языке? Нет, ну, нигде, но также и в России, допустим, немецкий язык, английский язык в школах преподают, не запрещают его преподавать. Нет, в России не преподают украинский язык. Нет, я имею в виду другие. Украинский, да, я не спорю. Но и никто, если кто-то захочет его выучить, допустим, никто не будет запрещать. И у нас не просто никто-то захочет или не захочет выучить. У нас процентов 80 населения просто знают русский язык. Не то, что там хочет или не хочет, просто знают. С вами здесь часто разговаривают на украинском языке? Нет, не часто. Да практически всегда на русском. Зачем это? Ну, то, что русскоязычное население, в принципе, все, и Украина тоже. Как вы вообще можете себе представить физически, запретить разговаривать на русском языке? Как меня можно запретить на нем разговаривать? Ну, как нам объясняли, что чуть ли, если услышали на русском разговаривании, что чуть ли не сажали там в тюрьму. Ну, как у нас это в ресурсах все было. У меня даже аргументов про этот бренд. Так, а не может быть аргументов. Эта глупость выбивает просто из коллеги. Просто, здравый смысл. То есть здравого смысла нет, и люди верили в то, в чем нет здравого смысла вообще никакого. Ну, так или не так? Ну, сейчас понимаю, да. Люди верили в то, чего нет, в принципе. Ну, во всяком случае, здесь с нами все разговаривают на русском. Да даже... Слушайте, у нас спокойно все могут разговаривать на любом языке, на каком хотят. Даже не знаю. Школы у нас на украинском языке, потому что мы в Украине живем. Ну, это потому что в Украине родной язык. Вы только здесь, вам надо было вот это приехать сюда, только чтобы понять, что вы в Украине находитесь, и школы могут быть на украинском языке. И не могут, а должны быть на украинском языке. Нет, это понятно все. Ну, то, что мы владеем свободно и украинским, и русским, это ж не, я думаю, это не проблема. Это, ну, чем больше человек знает языков, тем лучше. Это вы знаете один язык, в основном все. Сколько вы знаете языков? Это русский, ну, и со словарем только немецкий, разговорный только русский. Вы были за границей? Нет, не был. Вообще нигде? Вообще нигде. Ну, тоже нас с Вовой очень сильно удивляет, потому что из 400, только, наверное, 5 человек было где-то за границей. Почему? И то в детстве бабушка возила. Да. Ну, у нас это достаточно дорого. Ну, я, например, объездил почти всю Европу. Как на машине, так и на саму. Я уже слышал, что у вас, в принципе, съездить за границей не составляет проблем ни по деньгам, ни по документам, ничего. То есть у нас, чтобы уехать за границей... Нужен паспорт, и все. И мы едем куда-то. У нас как минимум 2 месяца нужно паспорт изготовлять. Украинцы официально разрешены 2 загранпаспорта. Официально. У нас вот загранник пока, ну, и, соответственно, денег надо немало, чтобы съездить, отдохнуть куда-то. А у нас знаете, что надо? Взять на билет с мулем. 30 долларов. И все. Сколько 30 долларов? 30 долларов, 50 долларов, 100, 150. Это все зависит от того, как быстро вы хотите улететь. Полететь тысяч русских рублей стоит полететь куда-нибудь там, в Испанию, в Польшу, в Германию. Ну, вот, а у нас, чтобы, допустим, с Москвы до Новосибирск, ну, где я, вот, в Новосибирске, в Москве до Новосибирске 8 тысяч. Ну, это по России просто. Ну, ладно. Хорошо, мы отвлеклись от этой беседы про то, все-таки я... Про русский язык меня просто выбивает. Нет, да, да, выбивает, потому что Дима, например, с детства на русском говорит, он на украинском говорит с трудом, к сожалению. Но вчера мы провели легкий эксперимент, мы перешли на украинский язык, они реально не понимают. Ну, да, они реально не понимают, что тебя удивляет. Нет, я все-таки хочу добиться понимания общего, что российская армия делала под Киевом и во всех остальных областях. Если мы понимаем, что защита русского языка – это чепуха, то что она там делала? Ну, в моем понимании, что когда именно под Киев, я так думаю, что хотели напугать, что ли, чтобы Украина сразу сказала, все, забирайтесь, все, что вам надо, и успокойтесь. Ну, я так думаю. Слышите такую поговорку «напугать ежика голым задом»? Ну, да, по сути, да. Ну, это же что-то за пугание такое. Вы видели эти кадры, как пооставались на обочинах, ваша техника горелая и обожженные трупы? Это глупо, это просто было глупо. Закинуть, причем, такое небольшое количество людей, техники. 150 тысяч. Ну, для страны это не так много. Может быть, сколько у вас армия составляет, общее количество? Я, честно, уже не скажу сейчас. Давно не интересовался. Ну, около миллиона. Ну, да, около, может, чуть побольше. Тех, которые, не, не, тех, которые там реально могут взять хоть как-то в руки оружие, их около миллиона. А, ну, это да, общая численно чуть побольше. Так 150 тысяч это мало для миллиона, наверное? Я имею в виду, чтобы... 15 процентов. Я имею в виду, чтобы, допустим, под Киев встать и что-то там сделать, отцепить там, не знаю, ваше... А, вы это имеете? Да, об этом я и говорю. Это бесполезная, глупая идея была. Нет, ну, это к вашей разведке вопросы, почему они решили, что они это могут. И все-таки цель. Ну, напугать не принимается, знаете, не принимается. Не очень аргумент. Потому что, ну, я даже не знаю, как это можно понять, что значит напугать. Зайти, тебя разбомбят и выйти, ты же этим никого не напугал. Ну, не рассчитывали, что разбомбят. Рассчитывали, я так понимаю, что зайти и в Киев, установить контроль и диктовать свои правила. О! Это уже гораздо ближе к реальной цели, которая преследовала изначально российская армия или российское правительство. А если совсем близко, реально и честно, то что? Захват страны. Правильно. Ну, вы же это знали изначально, чего вы сразу не сказали. Ну, в принципе, так, да. Я думаю, что здесь молодой человек кривит очень сильно. Я напомню, когда он зашел в Украину. Это 1 июля. Это спустя уже 4 месяца времени. Кривит, не кривит, мы сейчас до этого дойдем. Я напоминаю вам. Вы оккупант? Ну, вообще не считал себя оккупантом. Ну, не знаю, считали вы себя или не считали оккупантом. А исходя из объективных, как бы... Из объективных, получается, да. Оккупировали территорию другой страны. Получается, оккупант. По крайней мере, не надо спорить. Не, ну, я же вижу, что человек-то, в принципе, нормальный. Ну, нормальный, да, вы соображаете, все, да, вы просто не интересовались ничем, пока вы были в России. Вы просто брали и верили телевизору, правильно? Ну, по сути, да. Ну, все, тактовые книги, наверное, какие-то читали. Ну, в принципе, да, читаю. Все в порядке с мышлением и логикой, здесь все в порядке. Просто есть люди, у которых все в порядке с мышлением и логикой, но при этом они почему-то берут и верят телевизору. Ну, когда одно и то же постоянно, то начинаешь верить другой информации, если нет. Знаете, а немцы тоже верили телевизору в нацистской Германии? Не было телевизора. Газетам? Да нет. Верили, имеется в виду пропаганде. Пропаганде. Для меня уже сейчас, я уже не разделил. Нет, там просто односыкуют в комментариях. Я понял. Посмотрите, вот, может, вам будет интересно. Возьмите в руки, посмотрите. Тут короткий, небольшой ролик, пять минут, если надо, мы можем его даже потом... Одна страна... В телеграме у меня есть. Один президент, и одна победа. Один человек, один рейх, один фюрер. Die Partei ist Hitler. Hitler aber ist Deutschland wie Deutschland Hitler ist. Hitler ist Hitler nicht. Подход может быть только один. Одна страна, один президент, одна победа. Говорю о том, что жили себе два независимых государства. И вот тут одно подумало, что мы вот вас создали, и мы вот вас сейчас уму-разуму научим. Но тут вопрос не в этом. Посмотрите аналогии с речью Гитлера. Их восемь лет, мы делали все возможное, чтобы ситуация была разрешена мирным, политическим известным. Все на праздник. Терпеть. Все это было уже... Просто невозможно. Необходимо было немедленно прекратить этот кошмар. Геноцид в отношении проживающих там миллионов людей, которые надеются... Ну и вот тот вопрос, о котором мы говорили. Раз так тебе было невыносимо на это смотреть, но зашли бы на этот Донбасс, когда и больше бы не смотрели бы. Ну, мое мнение было таким. Ну, я уже не говорю о том, что все, что он говорит, это чистой воды ложь, вымысел просто. Да? То есть пока Россия играла в закрытую, пока Россия рассказывала сказки про восемь лет Домбили-Бомбас, России было просто. Потому что вешать лапшу и пропаганду, это Россия умеет очень хорошо. Но как только пошли открытые боевые действия, как только маски были сняты, России стало сложно. Потому что пропаганду в данном случае нужно подпитывать какими-то фактическими действиями. А с момента захода под Киев вас бьют, бьют, бьют и бьют. И пропаганда рушится, потому что ее нечем подкреплять. И то, о чем изначально было сказано, о каких-то нацистах мифических, да? Все это знаете, во что плавно перешло? В НАТО. Начинали вы воевать с какими-то непонятными подразделениями, отрядами нацистов, которые здесь бегали, прятались за кем-то, да? А сейчас у вас пропаганда, вы воюете с НАТО уже. Все. А по факту, изначально это были вооруженные силы Украины, и сейчас это вооруженные силы Украины. Их больше ничего. Видите? Видите? Гитлер тоже этнических немцев в Польше защищал. Терпеть это, говорит, невозможно. Видите? Речи совпадают даже, процентов на 80, даже просто по риторике. При этом в наши планы не входит оккупация украинской. Нет, конечно. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силы. Конечно нет. В Германии нет никаких интересов на Западе. Мы не собираемся ничего оккупировать. У вас даже задки на танках с Вашкой. То же самое. Я против женщин, детей, говорит, воевать не буду. Они тоже, видимо, про инфраструктурным объектом, по военным объектам наносили. И вот эти вот все картины убитых мирных жителей, детей и всего остального, они опять-таки идентичны. Что сейчас? Что тогда? А вот это вообще... Украинский язык стал образом русофобии. Понимаете, да? Михалков из талантливого актера и режиссера превратился в какого-то Гиббельса. Словосочетания, которые мы слышим в украинской транскрипции или произношении, они для нас и для мира, в принципе, и для них самих являются формулированием ненависти к России. Поэтому если бы... Я очень... Что он только что сказал? Вы можете пересказать это каким-то нормальным словом? Ну, он говорит, что то, что Украина говорит, грубо говоря, на украинском языке, значит, она показывает то, что они против России, боятся России. Ну, грубо говоря, так. Короче, бред... Ненависть формулирует. Говорить на украинском языке, это формирует ненависть. Так это же чистый нацизм и есть. Вот это вот по отношению к украинскому языку и к украинцам. Страна Украина говорит на своем языке, это, в принципе, нормально. Не знаю, почему это формулирует ненависть. А, скажи, если будут предметы преподаваться на украинском языке, это катастрофа. Это вот... Это абсолютно, абсолютно заложенная мина во всю историю. Почему бы вот действительно не устроить такой небольшой, локальный запорожский ГУЛАГ, аккуратненький такой, в степи, вот под палящим солнцем, для учителей, которые пока что еще не научились нашу прекрасную родину. Два миллиона человек должны были либо уехать с Украины, либо должны быть динацифицированы. То есть быть уничтожены. Посмотрите, что за городов с наших вы сделали. Что-то там нацисты все? Раз уж мы вот этот вот исторический экскурс начали, я вам еще хочу включить, как мыслит, как рассуждает, рассуждала в то время немка. Даже не в то время, а сейчас уже в данный момент у нее берут интервью, и вот как она рассуждает. Добрые граждане, что их сыновья, братья и мужья участвуют в разбойничьей, бандитской войне. Я вспоминаю свой разговор с учительницей Агнес Берн. Я не очень-то разбиралась в политике. Ею интересовался мой... Это реальная учительница того времени немецкого языка. Сейчас с ней разговаривают. Она... И послушайте, с чего она начинает. Я не очень-то разбиралась в политике. Это мы слышим каждый раз, когда мы разговариваем с кем-то из родственников. Сейчас я от ваших услышим 100%. В политике не разбираюсь. То есть это такое, знаете, такой блок. Это защита такая. Вот это... Я в домике, знаете. Все, я политика не ищусь. Но тут дальше интересно. Муж, но поляки столько лет нас провоцировали, что Германия должна была когда-нибудь ответить силой. Это ваша мысль или вашего мужа? Да вы у любого спросите. Ну и, наконец, эти англичане. Они втянули Германию в войну. Эти трусливые англичане. Да, так и есть. Англичане всегда нам завидовали. Им не нравилось, что мы укрепляемся. Фюрер много раз пытался заключить с Англией мир, но нет. А Франция? Всегда была нашим врагом. И мы их разбили. Быстрая победа. Да, многие полагали, что фюрер нам послан судьбой, и ему все по силам. Затем компания в России. Да, это была ошибка. Теперь все потеряно? Да, это как скоро собак настигла зайца. Бедная Германия. Она всегда была одна в мире полном врагов. Вы не находите аналогии с тем, что сейчас на российском телевидении? У вас все враги. Все вас хотят захватить. Все хотят к вам вторгнуться. Великий фюрер. Путин это... Никто не имеет ничего права сказать. Все должны его только превозносить, носить на руках. Он во всем прав. Поляки, говорит, нас так долго провоцировали. Мы... Необходимо было вторгнуться просто. Вариантов не было других. То же самое, что ваш вот этот вот фюрер говорит про Донбасс. Спасибо, фрау Пернец, что уделили время, чтобы рассказать вашу точку зрения о войне. Да. Спасибо вам. Могу я на прощание дружески пожать вам руку? Я же из мира полного врагов. Понимаете, в чем дело? Ну, аналогии как вам? Понравились или нет? Или у вас по телевизору не показывают таких вещей? Нет, конечно. Ну, сходится. Ну, да. Сходится вообще. Ну, много. Ну, может быть, вы вернетесь там, поднимите всякую литературу. Обязательно. Архивные записи. Можете на наш канал подписаться. Мы полгода делаем с такими, как вы, интервью. Полгода. Каждый день. Выходит на канале ролик. С каждым из вас. Где каждый из вас рассказывает свою историю. И это реальные истории. Но россияне пишут, что это фейк. Все это неправда. Знаете, почему так пишут россияне? Я, опять-таки, буду неправ, наверное, если я буду вас в чем-то убеждать. Да. Но есть такой писатель Джош Оруэлл. Не слышали? Слышал. Слышали? Я просто сегодня как раз вот публиковал одну его цитату. Хочу ее найти, чтобы ничего не искривить. Прочитайте, пожалуйста. Слух? Да. Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто ее говорит. Да? Ваше стандартное общество ненавидит меня, Дмитрия. Но мы-то по сути сами даже ничего и не доносим. Так, просто какие-то контраргументы или аргументы. Говорите вы. Вы с нами добровольно общаетесь? Да, добровольно. Почему вы не отказались? От общения? Да. Ну, не знаю, наверное, во-первых, это самое главное, что связаться с родственниками, дать знать, что я живой, что я не числюсь там без вести пропавшим, как у нас это обычно бывает. То есть, в принципе, у нас все, кто в плену, это просто без вести пропавшие. И все. Почему так? Ну, так, наверное, проще, чтобы потом не выплачивать, ничего никому не искать, не менять. Ну, все понимают. то есть, нет тела, нет денег. По сути, да. Поэтому, какая наша цель вот этого всего? Этих интервью. Правду донести до людей, ну, чтобы наше правительство задумалось о том, что надо те же обмены менять, так же люди есть в плену у нас. Да, правильно. Ну, правда, правду донести до вас крайне сложно. Они будут знать ответ на этот вопрос, потому что я с ними беседую, и я им рассказываю. Они же сейчас вы придумываете, как вас поменять. Задача там у них стоит. я имею в виду, правда, такое дело, никто не поймет, но хотя бы донести, что сюда ходить не надо, не надо здесь ничего защищать. Ну, хотя бы это просто. я это понял еще в Лисичанске на самом деле, и в принципе 1 сентября, 1 сентября я уже должен был отсюда уехать по условиям контракта. У вас на 3 месяца был такой? У меня 3 месяца контракт, по условиям контракта третий месяц он идет реабилитационный, то есть мы должны были быть дома. Все, кто был до нас, так и было. Расскажите, нам такого никто не рассказывал? Подождите, нам рассказывали, что из 3 месяцев первый это обучение и тренировки. У нас было по-другому, добровольцы, вот мы вдвоем здесь были, ну, я думаю, следующий у вас будет тоже здесь. Мы, получается, как добровольцы, у нас было изначально 10 дней должно было быть подготовки, потом 3 месяца контракт, из них 2 на территории Украины, месяц дома как реабилитационный. Вот так. Все, кто до этого заезжал, ну, до нас, которые были добровольцы, так и было, в принципе, последняя партия перед нами, которые уезжали, они 2 месяца были и уехали домой. А вы с ними общались? Да, да. Ну, а вы говорите, что у вас не было никакой информации о... А, нет, до этого... Нет, общались после уже, что они уехали, списывались. Что у него мы рассказывали? Ну, во-первых, мы ни разу не получали зарплату, как и они. То есть здесь по условиям мы должны были приехать, прийти в мэрию, Грозного так же. Нам должны были рассказать, которые части мы приписаны, то есть не все в одной части. Всех по-разному, кого куда. Какой части, в эту часть мы приезжаем, заполняем документы, что мы приехали, получаем карточку и в течение еще какого-то времени деньги начинают приходить. Мы общались с предыдущими ребятами, которые уехали отсюда. А, в принципе, и было, они приехали, закрыли документы, получили карточку и потом частями им все приходило в течение там... Ну, сколько мы общались, им еще все... Им приходило, а вам? Я должен, соответственно, после контракта, мы... И причем я уехать должен был 1 сентября, то есть у меня сейчас по сути идет реабилитационный месяц, я должен был быть дома. Да, у вас... Почему вы не уехали? А нас никто не отпустил. А что говорили? Сказали, что у вас по контракту... Те, кто до вас были, вот у них 2 месяца, а вы должны быть уже 3-100%... Мы просили копии контракта прочитать, нам никто ничего не дал. Ну, это вроде надо... Мы вам привезем завтра, послезавтра, но в течение там недели так ничего и не было. И потом вот нас отправили уже на задачу. А почему Грозный? Почему Грозный часть? Это обыкновенная часть вооруженных сил РФ? Нет, это просто... Вот сейчас в Москве, насколько я знаю, какого-то там... Фамилию я врать не буду, другой человек вам скажет, точно знает, какой-то олигарх там. Он тоже так же собирает людей, добровольцев и отправляет сюда за свои деньги вроде как. Амуницию... Олигарх Пригожин, видимо, имеется в виду. Нет, нет, другой Пригожин, у него ЧВК своя, насколько я знаю. Видите, вы знаете даже про ЧВК? Это я знаю, они давно, они в Сирии были. Ну у них у вас, у вас стараются не говорить про ЧВК? Ну сейчас уже все знают про это. А вы знаете, что ЧВК это обыкновенные наемные убийцы? По сути, да. Почему у вас говорят про то, что у нас тут какие-то наемники? И кстати, как у вас это дело согласовывается? Вот к нам приезжают, например, из Израиля ребята, которые там служили, подписывают у нас здесь официальный контракт. Ну то есть у нас такого понятия, как ЧВК вообще не существует, но к нам могут приехать из другой страны, пройти определенную проверку, переподготовку, подписать контракт. Это все присутствует, да? А те, которые из Израиля приезжают, они тоже нацисты? Ну насчет наших я точно не знаю, есть у нас там кто или нет из других стран. Знаю, что вот с России приезжают. Ну в самом ЧВК... Ну наемничество, наемничество, это только в России сейчас есть. Ну официально тоже никаких ЧВК у нас нет. Официально, конечно, я же поэтому говорю, что у вас об этом не принято говорить. Потому что официально их нет, но все знают, что они есть. Что есть наемники, головорезы, которые просто за деньги, такие серые личности, о них никто не знает. Они даже, ну если в плен попадают, получается там, никто ничего не знает, все забыли про них, или как-то там по своим контактам может о них решают, это мне неизвестно. Но у нас на самом деле тоже говорят, что вот к вам приезжают наемники, но вы сказали, что у вас официальный контракт с вами заключают иностранцы. Конечно. А у нас говорят, что также приезжают за свои эти, им проплачивают за районы. Ну конечно, что у вас так будут говорить. Это же не выгодно объяснить. У нас иностранцы заключают контракт со стороной. Есть сводные батальоны, они подчиняются вооруженным силам, генеральному штабу, они ими руководят наши украинские офицеры и они выполняют задачи. Это, как правило, профессиональные там бывшие спецназовцы какие-то, у которых корни из Украины. Из Украины. Они, да, есть. То есть не просто страна, это штатные сотрудники вооруженных сил Украины. Они получают зарплату, их лечат в случае чего. Полный пакет. То есть такого, чтобы... Ну, с государством. Не с каким-то там Редут, Вагнер или там Европолис 100. Это он называет фирмы охранные, через которые, как правило, заключают россияне вот эти вот контракты. Я только про Вагнера слышал. Ну, это вот одно и то же. То есть у вас схема какая? Якобы охранная фирма, у которой есть лицензия на оружие, набирает себе на работу по 250 тысяч охранников. Но по сути, они приезжают и едут воевать. Там набирают кривых, хромых. Но, что характерно, не все из них тоже знают, что они едут воевать. Да. Не все. В основном всем говорят, что они едут охранять какие-то там блокпосты и так далее. Но вы-то ехали конкретно воевать. Убивать, воевать. Вообще, по условиям, опять же скажу, где я заключал контракт, вот через Гудермес, нам сказали, что профессиональные военные, которые на постоянной основе служат, ну, тот же Ахмат, допустим, спецназ чеченский, они воюют. Все, что они отвоевали, мы занимаем просто окопы, в этой позиции и сидим там. Нам то же самое было сказано. По факту. Ну, как таковых, я еще не видел чеченцев. То есть Ахмат, который должен был все впереди вас отвоевывать, вы его так и не увидели? Да, не увидел. Но все, что было, вот получается, в окопах мы просидели, да, нас отвозили в окопы, мы менялись. И вот единственное боестолкновение было, вот когда я получил ранение. Единственное боевое столкновение? Властей, где я получил, что мы должны были так же завести людей, посадить в окоп, они должны были сидеть. Когда мы подошли, соответственно, там уже были ваши, ну и перестрелка началась. Не, ну это... Ну, до этого, да, я не участвовал. Но опять же, и таких, чтобы кто-то там, чеченцы, впереди шли, и такого я не видел. Ну, во-первых, чеченцы... Именно так. Давайте, можете так их, конечно, назвать, я их не буду так называть, потому что ни один чеченец, зная, что Россия сделала с его страной, не пойдет воевать против другой страны. Ну, это Кадыровцы или Ахмад Чаев, вот эти вот, я не знаю, как их там правильно характеризовать. Вот. Они воюют только в Тик-Токе и в Ютубе, во-первых. Это все знают. Там, в Инстаграме. То есть у нас уже была куча бойцов, ваших же. Они могут ваших побить, что-то там с ними сделать. В прямом смысле слова. Да, в прямом смысле слова. Побить, отобрать. Быка. Это я знаю. Знаете такие случаи? Ну, так, конкретно не знаю, прям, что я просто слышу, что такое, ну, легко. Быка забирают. Ваши. Ну, они у вас там на уровень, как бы, выше. Вот обычный российский солдат, а вот это вот Кадыровец, вот это вот элита. Ну, во всяком случае, так же нам обещали, когда я поехал, я все прочитал, что там выдают, что доложено. Сюда я приехал, у меня был только разгрузка, автомат и магазины. Ну, и форма, собственно говоря. Нет, вот это мне уже выдали, моя форма по сторонениям ее разрезали. Это вам тут дали? Да, да, да. В смысле, тут уже в Украине? Я, в принципе, в розетте весь был после того, как мне набрали. А, в плену вам уже? Да, да. Я смотрю, какая-то прикольная такая вот... Нет, нет, мою разрезали просто, что неудобно было много делать. По сторонениям было? Да, да. Да, они фотографируются, они бегут наоборот. Вот все, как вы сказали, только наоборот. То есть, идут вперед кто угодно, ну, а потом уже они... Ну, когда мы сюда приехали, то есть, у меня даже бронежилета сказка не было. Не только у меня, в принципе, у всех нас. Знаете, что Кадыров когда-то сказал в самом начале, что все, они Киев там уже берут, в общем. Ну, они Киев брали до тех пор, ровно пока они оттуда не ушли, потом это как-то забылось. И потом сфотографировался, говорит, все, мы в Киеве, сфотографировался на фоне заправки, которая вообще есть только в России, на фоне билборда. Такой клоун смешной, серьезно. Я предлагаю вернуться к истории. А, не, я хотел просто спросить, а почему в России так превозносят вот это вот, там Кадыровцы, вот это все. Вас так запугали там ими просто? Да нет, на самом деле превозносить их почему-то стали вот именно во время этой спецоперации, что, ну, опять же, по видео, опять же, все по видео. То, что они там все захватывают, как они везде выставляют, то захватили, все так быстро, быстро работают, молодцы. До этого, в принципе, их слышно не было. Положить 10 тысяч обыкновенных россиян мясом, фаршем, фаршем просто положить, для того, чтобы они потом пошли там сфотографировались, для того, чтобы это потом выложить и вот, ну, чтобы вам было хоть кем гордиться, ну, на кого-то же надо, кого-то же надо превозносить в ранг героев. А они просто, ну, тиктокеры. Просто тиктокеры, все. Ладно, к чему-то там предлагал вернуться? К истории. Да, давайте теперь к истории. Как вы жили, что вы ели, как вы, да, последний ваш день туристический? Ну, изначально мы приехали, нас привезли в город Луганск, за Луганском, ну, мы приехали на автобусу, 200 человек нас завезли, за Луганском есть какая-то часть, точно не помню, какая, ну, мы приехали туда уже вечером, нас перегрузили в Уралов Камазы. Это 1 июля? Да, перегрузили в Уралов Камазы и повезли, завезли в какую-то школу. Уже совсем было темно, я не ориентировался, в принципе, тогда вообще не ориентировался на местности. Вот 150 человек осталось там, 50 нас забрали и увезли в Кировск, Кировская шахта, есть такая, на старого же шахта, нерабочая. Там мы около недели тоже прожили просто в кабинетах, ну, на полу, на этих Калиматах. Калимат? Да, да. Калимат, это было? Нет, Калимат, Калимат, на Калиматах. Просто на них прожили, ну, неделю. Потом нас собрали, отвезли в Лисичанск. Ну, и, собственно, в Лисичанске там пустые дома, где были, нас расселили, и там мы были около трех недель, не делали вообще, в принципе, ничего. Что значит, пустые дома расселили? Ну, вот сказали, вот этот дом пустой, здесь никто не живет, выселяетесь. Ну, руководство. То есть, это нормальная позиция второй армии мира, забирать чужое имущество? Нам сказали, ничего не ломать, ничего не это. Вы как человек, по идее, вы как армия, у вас должны быть палатки. По идее, да. По поводу ломать, не ломать, мы это опять-таки видим на видео, и можем вам опять-таки показать, и мародерство, и взломы, и растаскивание вещей, и вывозы их в неизвестном направлении. Я слышал, что все это было. Слышали, но не видели, да? Ну, во всяком случае, нас 10 человек, мы держались. Понял. Ну, не видели, так не видели. Ну, просто не надо нам информации. Вы только что подтверждаете, что вы мародер. Я нет. Войдя в чужое имущество, чужое жилище, вы являетесь, вот этот весь букет уголовных статей, это проникновение. Вы же зашли, не висели в воздухе. По-любому, шуфлядки открывали какие-то, смотрели. Ну, не кривили. Вообще, до нас там уже были ЛНР, насколько я знаю, в этих домах. Ладно, это не важно. Чем вы питались это все? Со склада привозили дошираки, ролтоны, заваривали ели. То есть, у нас складство в самом центре. Дошираки, это... Ну, лапша и картошка. Быстрое представление, Ну, тушенка, соответственно. Звучит просто, я не знал. Доширак? Да, отвратительное слово. Какой-то, как червяк, не поймешь. Ну, и консервы там, тушенка, курица, ну, и все такое. В каком роде? Закрутки уже все были почищены. Да? Уже ничего не было. Ну, в доме, где мы были, женщина приходила, она сказала, что там живет, жила ее сестра, по-моему, да, сестра, она уехала в Одессу. Ну, и женщина сказала, можно мы там будем брать, но без проблем еще. Роллтон едет, до Шираки это все тоже давали. Она с дочкой была, приходила часто к нам. Ну, дочка, заметьте, уехала в Одессу. Нет, нет, это ее сестра уехала. Сестра уехала в Одессу. Она жила там. Просто, представляете, если бы вот тут у нас на неоккупированной части Украины злые нацисты жили, она бы уехала бы из Дозичанского в Одессу? Наверное, нет. А, ну, да, дальше, жили, жили. Ну, недели три, наверное, вообще ничего не делали. Ну, просто вот ничего. Утром вставали и вот так вот по ограде ходили туда-сюда и вообще ничего не делали. Потом нас начали увозить, говорили, что мы будем выезжать на позиции. То есть, мы выезжали, нас садили в окопы и так вот группами нас 3-5 дней меняли постоянно. Ну, это примерно до середины, там, ближе к концу, 20-м числом августа было. После этого сказали, что нужно переехать ближе к зоне боевых действий. То есть, нас отправили в Горское. Горское. Как я правильно назвал. Вот, дальше мы вывозировали в Горском. Также некоторое время на те же самые позиции нас вывозили. Позже опять затишнее. То есть, мы ходили в наряд по штабу, ну, храхняли штаб, грубо говоря, и опять же никуда не выезжали. А, ну, это часть. Потом молодые опять приехали, ну, новое пополнение. Нас стало больше и на другом направлении где-то в районе спорного. Туда много народу уезжало. Я туда ни разу не ездил. Спорное, это тоже населенный пункт? Или вы имеете в виду... Да, спорное, спорное населенное пункт спорное. Туда выезжало много народу. Менялись. А мы пока также ходили по штабу в наряд. и вот здесь нам сказали, что у нас... Мы сначала работали с третьим батальоном ЛНР, как раз вот ездили на те позиции. Потом уже в конце августа нам сказали, что мы будем работать со вторым батальоном. Второго батальона там свои задачи, ну, своя там территория. И вот. Получается, когда начали с ним работать, нам... Они там в разведку проводили, где какие позиции, и нужно посадить на эти позиции людей. А так как мы уже третий месяц служили здесь, то есть нам сказали, вы на позиции не ходите, не сидите, там просто людей завести и вывести, ну, и уйти самим. И так просто заводить меня. Ну, и вот первый раз мы пошли на эти позиции, соответственно, нам сказали, что там никого нет, там просто нужно прийти и занять окопы, которые есть. Но, как таковых, окопов там не было, потому что все давно перерыто артиллерии, там просто ни одного окопа не было в принципе. И вот мы подошли туда, и уже началась стрельба, собственно, получил ранение. Я где-то ранение получил 8-го числа, где-то часа в два дня, и второго человека тоже со мной здесь, он тоже получил ранение, мы вдвоем там и остались. Изначально мы шли по этой полосе, начал работать артиллерия, нас увидели, артиллерия сработала, ну, мы залегли, никого не ранило, пошли дальше, и там начал уже работать пулемет. После работы пулемета почти все разбежались, только было, было изначально там 15 человек, ну, вместе с нами 17, вместе с теми, кто должен был завести на позиции. Вот, все практически... А разбежались это как? Ну, так начал пулемет работать, кусты, там заросли частые, они невысокие, но кустарники, и в принципе не видно, то есть они в стороны разошлись, и мы так подумали, что просто залегли от пулемета, и долго лежали на этом месте. Никого не видели, потом начали по рации выходить, оказывается, вот эта стальная группа, они уже вышли на изначальную точку, ну, точка 0, так называемая. А что вы не вернулись, не забрали? Нам сказали, мы по рации передали, что все, мы шестером остались, фактически. Задачу выполнять не можно. Нам все равно сказали, идите вперед, занимайте окопы, люди подойдут к вам. Ну, и все, собственно, мы долго еще пролежали там, и квадрокоптеры работали, мы не знали, чьи это наши или не наши, ну, чтобы нас не увидели, соответственно. Как вы оцениваете такое отношение к вам? Да, очень-очень плохое отношение, даже когда бой начался, и, в принципе, там до нас немного было, чтобы доехать, даже эвакуационная группа была, ну, насколько я понимаю, на этих позициях была только живая сила, техники не было, ну, с вашей стороны, соответственно, можно было спокойно на той же БМП подскочить и забрать нас. Причем, все знали, что мы раненые там лежим, то есть, связь работала? Ну, одного человека, да, была связь, он передавал, что мы ранены вдвоем, и вот четверо человек, которые с нами были, они по ночи, ну, уже темно, я отстала, сумерки, такие уже, ближе к ночи, они начали уползать, начали уползать, но я почти уже не мог, то есть, я весь день в крови пролежал, но много крови потерял. Куда шо вам попало? В бедро, сзади зашла и здесь на вылет вперед вышла. А вот скажите еще, про ваше вот звание, мы просто, пока Дима записывал, это Агалаев, вы кем были, когда служили? Прапорщик. Прапорщик? Да. А должность? Водитель. Должность? Да, да, да. А сюда вы кем приехали? Вообще, я рассчитывал, что тоже прапорщиком приеду, но когда я выписку увидел, мне прислали электронную выписку из приказа, о чем зачисление, в часть, там написано, и фрейтер. Это вот для меня серьезно было, я был в шоке. Как так может официальная армия взять и понизить человека с прапорщика до и фрейтера? Ну, это уже, дай бог, если домой вернуть, это уже в судебном порядке разбираться, потому что, ну, это не имеют права, то есть, если сержанта могут поставить на солдатскую должность, то прапорщик это не имеет права. Я, в принципе, даже если я был прапорщиком, и меня бы поставили на должность прапорщика, я бы уже не ходил там стрелять, там еще куда-то, у меня другие бы задачи были. Понял. По-хорошему так, ну, это как по-хорошему, а по факту получилось, что у кого куда там. Если ты ищешь свет, то он там на зарядке. Все ясно. Также, я вот одно знаю, фамилии, у нас все по позывным, у нас один человек был, он офицер, он заканчивал военное училище, а на должности также был с рядового. Это я понял. Я еще хотел к вашей мотивации вернуться, потому что у нас все как-то так получилось, что вот вас обманули, пропаганда вас обманула, вы думали, надо кого-то защищать, а не надо кого-то защищать. А неправильно ли сказать, что главной вашей мотивацией были все-таки деньги при поездке в Украину? Ну, не настолько. Если бы большая сумма была, так скажем, большие суммы действительно там платили, то да, мотивации были под деньги. а какие суммы вам платили? Ну, как я слышал, ну, точно не знаю, но слышал, что, допустим, те же, тот же Вагнер, ну, вот это, частно, они под 300 получают за месяц, около 300. А у вас? Ну, у нас 150 вроде как. Что в три раза выше вашей стандартной зарплаты? Ну, не подставлять жизнь свою за 150. Ну, мы же поехали ее подставлять за 150. Ну, за идею, так скажем, помогать. Все-таки за идею? Да. Я не верю, что это было. Ну, это же наше право и зрители там верить вас тут или не верить. Дима, иди, я подрегулирую все, потому что он ужасный. Он полностью желтый, максимально желтый. А ты пока пока... У меня, если честно, уже и вопросов нет. То есть, я уже обо всем поговорю. А можно я развалю вашу теорию, что вы идея? конечно. Кто такой Пушилин? Ну, насколько я знаю, это сейчас от Новороссии, так скажем, главный. Правильно? От Новороссии? Что такое Новороссия? Ну, объединение, так скажем, Донецкая Луганская Народная Республика. Нет такого термина, нет такого объединения. Что он очень мало об этом знает? Нет, я же хочу вначале. Понятно. У меня не было вначале, поэтому, что делал Стрелков в 2014 году? На территории Украины. Ну, я думаю, что на этом все зрители поймут, что... А Моторола что делал? Моторола. Ну, он был, да, здесь воевал. Командиром Спарта, по-моему, назывался. Да, а откуда он сам? С России. Ну, что он... И тогда какая у вас идея? Что делают эти россияне на территории Украины, возглавляя бандформирование? Термин Новороссия вообще мы не используем, потому что идея не прошла. Потому что там хотели Новороссию от Одессы до Харькова включительно. А, но это не в курсе был. Поэтому ваша идейность она не подкреплена базовыми знаниями про ДНР и ЛНР. Нет, идея в том, чтобы помогать людям, которых, как нам говорили, что здесь расстреливают, убивают и детей, и женщин всех подряд. А ты показывал количество убитых в эти года? А нам уже показывали. Дело в том, что в этом сюжете, который мы смотрели, там, в общем-то, плюсы... В 2021 году на территории ЛДНР погибло 21 человек. Это по их данным? Это по официальным данным ЛДНР. Это много или мало? Сколько еще раз? 21 человек. А это бред. Вам открыть, показать? Официальная статистика? Я имею в виду официальный бред, а по факту намного больше людей погибло, я уверен. А ты не сих пор надо верить? Вы верите в то, что погибло? Они бы указывали, им нужно указывать, было бы, точнее так, им выгодно указывать гораздо больше людей, чтобы это подкрепляло, что вот 50 тысяч... А они наоборот, в этот 21 записали всех, больных, хремых и всех, кого угодно. Понимаете? А смысл в том, просто вы не в курсе. 19, 20, 21 год боевых действий вообще уже фактически никаких не велось. Вам это ЛНРовцы должны были рассказать, с которыми вы там воевали. Вы не общались об этом? Никто ничего. ЛНРовцы вообще настолько злые и, как сказать, злые. Те в том же Лисичанске, по большому счету, мы их останавливали, вот они там жестко мародерили. Мы их тоже их били и сажали в ямы за то, что они делали там, творили. Смотрите, чтобы мы 24 февраля Путин. Количество убитых гражданских лиц в результате военных действий на территории Украины. Это ДНР, ЛНР. Я прочитаю. 2021 год. Я ошибся. Не 21, а 25 человек. 20-й год 26 человек, 19-й год 27 человек. Информация выше исключительно по убитым и только по гражданским лицам. Эта информация включает и проверенные данные от представителей ДНР, ЛНР и ЛНР. Например, согласно пресс-релизам представителей ЛДНР за 2021 человек погибли 7 человек в ДНР и 1 в ЛНР. Это их официальный отчет. Хотя, им было бы лучше, если бы около каждого числа дорисовать по 3 ноля. что Украина убивает. Это официальная их диаграмма, статистика. У нее уже ничего задним числом не сделали. А знаете, сколько в ДТП на территории РФ погибло в 2021 году? Точно не знаю там большие цифры. Мы вчера смотрели с другим пленным 15 тысяч человек. Да, у нас. Это порядка 13 тысяч в месяц. Ой, 1300 в месяц. 1330 это 40 человек в день погибает у вас на дорогах. А тут 25. Если бы вы поговорили об этом с этими же ЛНР-овцами, ДНР-овцами, с которыми вы там воевали, они бы вам рассказали, если они воевали как бы все это время, они бы вам рассказали, что в 19, 20, 21 просто все стояли у себя на позициях. Ну, было там иногда пив-паф, что-то там перелетало с одной стороны в другую, с другой стороны в первую. Да. Но не велось никаких активных действий. Вообще все шло от заморозки в полном. Просто в 2022 году вашему фирору стало скучно. Он понял, что если это сейчас не вдохнуть в него дыхание войны, то все просто остановится. Ну, на самом деле хотели, как в Крыму. И переговоры зашли в тупик на международной арене. В России свои условия, у нас свои условия. На середине сойтись не можем. Все замерзло. Путину докладывали, что все будет как в Крыму в 2014 году без единого выстрела. Мы себе отожмем 7 областей и будем красавчиками. Он будет победителем, собирателем земель русских. Но что-то пошло не так. Предлагаю набирать. Ну, конечно, я же пошел говорить о... Ну, я доказал, что идеи и точки нет, потому что нет знаний для идеи. Так это с самого начала мы в этом говорили. Он мало вообще знает о том, что с 14-го года происходило. А там еще Крым не трогал. Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий, я журналист из Украины. Ваш муж в плену. Вы хотите с ним пообщаться? Да, конечно, если можно. Можно. Разговор будет записан и опубликован. Привет. Привет, ты как? Нормально все. Когда домой? Как обменяют. Мы тебя очень ждем. Возвращайся по скаминам. где Полинка? Доченька здесь рядышком бегает. Ты не болеешь? Все хорошо у тебя? Да у меня ранение просто. сильное? Ну, бедро. Ты держишься, будет хорошо. Да, вы держите. Нормально. численно. Это Ань. Маме сообщишь с папой? Хорошо. И это. Там, если есть возможность, у мамы там, ну, с Ромкой Бессоновым связаться, чтобы он попробовал выйти куда-нибудь повыше. Короче, надо, чтобы меня внесли в списки на обмен. То списки подаются со стороны Украины. Не, не так. А как? Она знает, что вы в плену до этого? Нет, не знаю, только сейчас узнаю. Вначале вы должны стать официально военно-пленным. Вообще. Вообще. А как это делать? Вы, вы сейчас дезертир процентов 99. Нет, ну, у нас пишут, что без вести пропал. Да, без вести пропал. Если ваша жена хочет, чтобы сдвинуть этот процесс. Ты слышишь? Смотрите, ваша армия до последнего будет отрицать факт того, что он в плену. Им невыгодно это, потому что у вас нет потери, нет военнопленных. Они будут его, есть люди, которые в плену уже по три месяца и им жены говорят о том, что мы не можем доказать. Извините, пожалуйста, связь у вас что-то прерывала. У нас связь отличная. У тебя? У нас 3G полная связь. Можно? Да. Смотрите, ваша доблестная армия до последнего будет морозиться и не будет признавать факт пленения вашего мужа. Чтобы вам сдвинуть, то есть он не попадет ни в какие списки, пока страна не признает, что он военнопленный. Такая процедура. Что вы можете сделать? Вы должны будете взять вот это видео, прийти в его воинскую часть, в военную прокуратуру, в комендатуру, в какую-нибудь, ну, во все эти ваши дебильные органы и показывать, что вот он не без вести пропавший и не убит, а вот он живой. Когда мы выложим видео, мы не знаем, потому что их очень много, он знает, что вас много. Вы можете помочь ему в том, чтобы это видео вышло раньше, если вы хотите. Нам, ну, то есть, если вы выйдете, к примеру, с плакатом «Поменяйте моего мужа», как вас звать? Никита. Никита. Вчера у нас был ролик «Поменяйте моего Никиту на военного из Украины или там «Мой Никита в плену, поменяйте его». Я вам обещаю, что ролик будет выложен сегодня или завтра. Ну, а все по-честному. При этом у вас будет появиться шанс уже сразу идти и доказывать, что он в плену и добиваться. Хорошо, завтра все сделаю. На вот этот номер бросьте видео, пусть кто-то запишет вас со стороны в каком-нибудь людном месте. У нас цель забирать наших ребят, отдавать ваших, они нам не нужны. Мы, наши врачи сейчас тратят, вам оказывают медицинскую помощь? Наши врачи тратят медикаменты свое время на то, чтобы лечить оккупанта-убийцу вместо того, чтобы лечить наших. Спасибо большое вам за помощь. Ну, то есть, вот такая вот история. В противном случае интервью... Ну, в противном случае интервью выйдет когда-нибудь, может через неделю, может через две, неизвестно. Разговаривайте. Найдите в ютубе канал Владимир Золкин, посмотрите там уже 400 таких военнопленных, которых нет в Украине, но они есть. вы там все увидите, все поймете. Слышь, вот это. Маме тоже сообщи, только как-нибудь аккуратно. У меня на картонах. Хорошо? Хорошо. И это, у мамы, у мамы, Травников, губернатор, ее награждал как-то, помнишь? Может, у меня будет вариант тоже как-то выйти на эту фигню. Ну или так же, через Ромку Бессонова. Хорошо. Я сегодня же поеду в Черепаново к Ромке Бессонова. Завтра будет видео, все. Скинь на этот WhatsApp. Хорошо. Где Полинка? Она в садике еще. Ну ладно. Родители дома? Родители дома. Хочешь с папой поздороваться? Давай, давай. Приветствую. Да. Как сам? Да нормально. Бедро прострелено. Бедро кость не задел? Нет, кость не задел. У него мято заживет. Да, куда денется? Я не могу сказать, держись. Будем что-то пробовать делать, конечно, вопросов нет. Хуевенько, конечно. Блядь. Должен был дома, домой уже уехать, но не пустили. Да понятно, что, блядь, это, ой, бардак этот. Эмоции. Ой, такая хрень. Ладно. Давай, держись, держись, нормально все будет. Силь, не переживай, все будет хорошо. Я сегодня съезжу, все сделаю, завтра будет видео. И тебя обязательно обменяют. Можно еще один вопрос? Я вам сейчас дам обратно трубочку. Я сейчас передам трубочку вашему мужу обратно. Меня зовут Владимир, это как раз на моем канале. Все эти видео выходят. Я хотел вас спросить. А вот, ну вот, сейчас все волнуются, как бы, переживают, да. Зачем вы его сюда отправили, в Украину? Зачем вы ему разрешили сюда ехать? Я не разрешала. Он пошел устраиваться, воинскую часть. Работы у нас здесь нету. Так получилось. А что вы думаете про войну в Украине и про то, что происходит? Я думаю, что можно было бы всемирным путем решить. Ну, на всякий случай, посмотрите это видео. Я вам скажу, что у нас тут полгода уже бомбят нашу страну. Убивают детей, женщин убивают, мужчин убивают, чьих-то мам, пап убивают, дядь, теть, дедушек, бабушек. В общем, люди гибнут. А ваш муж, один из тех, который пришел их убивать. Ну, просто вы его когда спрашиваете, когда домой, он вроде как из пионерлагеря, знаете, вы его спрашиваете, когда домой. А этот человек сейчас находится в статусе оккупанта и пленного. Был оккупантом, сейчас он пленный находится. И у вас там по телевизору рассказывают, что у нас тут нацисты. Понимаете? Нацисты. А вы его так спокойно спрашиваете, когда домой. Представляете, что с ним должны были бы сделать, если бы у нас были бы те нацисты, о которых у вас рассказывают по телевизору. Представляете? Рассказывают, что там Члены отрезают, им пальцы отрезают Вам там по телевизору рассказывают Или в пабликах ваши эти Пропагандисты рассказывают Знаете зачем они это рассказывают? Чтобы они гибли и в плен не сдавались Чтобы они боялись в плен сдаться Чтобы они на смерть шли и в плен не сдавались А в плену вон они живые, здоровые Отмытые и так далее И накормленные даже все нормально будет не переживай но сделает что просили хорошо да 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 тебе кину ссылку на этот на этом здесь здесь да да тоже сюда ссылку кину владимир золкань youtube хорошо 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 картошку копаем что-то поздновато с картошкой ну вот так вот получилось ну понятно у меня не переживай все нормально кормят и одет рано обрабатывается хорошо ну на связь они больше не выйдут нет все ну вот была возможность через журналистов да вопросы задавай тебе скажут как все правильно сделать маме сообщи и через рому бессонова там попробуйте все все целую пока понимаете вот в чем дело вот я вот то что вам ваша жене сказал но это же правда им надо просто зайти в паблике даже вот на мои каналы даже телеграм посмотреть и там все это будет видно что людей действительно убивают что действительно в этом нет никакого смысла все что вам нужно это просто уйти с нашей земли просто идти домой и все и там себе заниматься своим делом никто на вас нападать не собирался и делать и нападать было ни с чем если вы поинтересуетесь я об этом я уже в курсе что не с чем но нет она может и есть с чем но это не используется здесь просто дали всю старую разваленную технику и детей перед ну уже да уже слышал а мы ладно потом да да я еще хотел финальный вопрос перед обращением просто задать вот по поводу погибших людей а давай по поводу погибших людей вот люди погибли многие да опять-таки для ваших родственников да может быть они посмотрят внимательно послушать вот за что эти люди погибли за что так не бывает ни за что даже не с какой стороны с нашей с вашей с нашей мы знаем с нашей вам любой ответит сразу же исходу за то что защищают свою землю тут вопросов быть не может ваш это за что за дурость дома было сидеть и все это с их субъективные точки зрения а с объективной точки зрения вот исходя за что они погибли за попытку завоевать челюсть страну перфект правильно за чьи-то фантазии и за чьи-то мечты они погибли за то что кто-то кому-то принес папочку на стол положил о том что мы украину так раз и завоюем раз не получилось потом что делать потом надо как-то из этой ситуации выдумывают выкручиваются а мы все чем мы занимаемся мы просто отбиваем свои земли забираем все больше у нас вариантов как бы нет мы мы дома нам некуда бежать там это вы можете уйти домой все найдите попробуйте найти какие-то слова для россиян таких же как вы которые вот сидели сидели дома и решили вот пойти в украину повоевать чтобы может быть вы спасете жизнь кому-то ну да на самом деле останетесь дома то жизнь точно спасете не стоит она того и нечего нам тут делать это не защита людей это просто мы идем захватываем территории которые в принципе нам не нужны у нас есть свои территории как на которых самих порядок надо навести а не лезть куда-то в другую страну это до территории у вас будь здоров и порядка там тоже надо наводить надо да есть проблема в россии вообще куть почему же у вас по телевизору все время украина раз вот свои проблемы куча проблем у самих даже взять тот же наш новосибирск большой город огромный третий по численности населения а дорог нет вообще все развалено разбито сломано ничего не делается да и также работы нет уже толком нет я хотел спросить по поводу это жене написать ватсапе стоит что именно у нее я ей отправлял и сестре отправлял выписку с приказа она может ей пригодится ну там написано просто в какой части там приписано так если вы ее отправляли не просто чтобы она не забыла она может не подумать про это я и отправлю хорошо сообщение